сегодня поделюсь с вами такой интересной информацией о том вообще что такое технический долг да откуда он появляется как и можно управлять дайте идентифицировать его ну и как то есть потом можно это все поменеджить вот ну конечно тема не простая может если будут вопросы спрашивайте можно потом будет после презентации вот пообщаться окей давайте начнем давайте поговорим о том что же все-таки технический долг да что же это такое ну а себе и рассказывать не буду потому что я думаю вы и так можете посмотреть вот технический долг ну на самом деле это гэп да между тем как мы делаем идеально до нашей чинжи то есть мы соблюдаем нашу архитектуру да мы делаем документацию тестирование нашего приложения ну вот используем там без претисы какие-то ну и вообще но сделать чинжи работающими до чтобы они работали не только идеальный код был но вообще работали почему потому что это нужно быстро до time to market есть заказчик хочет нас подгоняет мы должны как-то с этим тоже мириться вот есть такая такое понятие до метафора то есть она 1992 году ее один умный человек не буду его фамилию называть ну вот придумал эту метафору и сказал то есть ее определение звучит так что мы можем делать вещи до какие-то программировать быстро до писать грязный код вот но при этом мы будем создавать а технический долг да вот технический долг по сути он очень похож к финансовому долгу это когда мы придем в банк возьмем кредит но вот и у нас появится мы будем платить проценты до нашего кредита и у нас появится тело нашего кредита ну вот проценты в техническом долге да это затраты которые мы потом на будущий development потратим то есть до усложнения нашего development а вот приведет к процент приведут проценты нашего долга вот но мы можем в принципе выплачивать да все тело нашего долга это делать рефакторинг чтобы достичь лучшего дизайна нашего кода в целом вот вот про дизайн да стоит ли делать дизайн или не стоит дело дизайн до для приложения вообще в целом вот это в принципе гипотеза такая да существует что если мы не делаем дизайн вот то мы на самом деле сделаем стартап проекта до нициализацию проекта начальных фич мы быстро выйдем на маркет намного быстрее если мы будем еще учитывать дизайн вот но потом у нас возникает со времени да это работает для приложений там для продуктов которые там не кратко кратковременные да мы там за три месяца написали продукт он пошел на маркет все мы им не поймут из него не расширяем но что же происходит потом все таки если вы посмотрите у нас есть дизайн линия выплаты до дизайна ну вот и она говорит о том что мы можем видеть дай фичи довольно быстрее до добавляются в продукт если нет дизайна мы просто пишем неосознанно очень грубо ряд дубасим до фичи вот на полную но на ход доходим до какой-то определенной точки да когда мы понимаем что дальнейшее развитие нашего продукта вот просто очень тяжело трудозатратно у нас нет дизайна у нас нет допустим модуля рити да у нас там все в одном большом пэкаджи нам просто тяжело найти какой-то код поменять у нас очень там в одном классе у нас там по 1000 по 5000 строк кода вот мы не думали о том что ну как мы будем потом поддерживать этот код и в какой-то момент код да становится вообще не управляемый и без дизайна да код который не был про дизайн он становится становится неуправляемый вот и это реально ну потом сказывается на продукт в целом да насколько быстро и успешно мы сможем добавлять новые фичи в продукт вот на эта гипотеза да на самом деле с этой гипотезой можно жить вот можно какими-то там постепенно потом в дальнейшем выплачивать до долг дизайна можно не выплачивать и жить с этим дальше какие же типы бывают до технического долга вот на самом деле очень такой момент интересный так а вам не видно тут панель вот эту мою со стоп презенте не видно или видно все я убрал мне ее просто видно было хорошо а ну типы дизайна технику технического долга до проще всего объяснить как бы так сказать на пальцах до разбив их на вот такой квадрант то есть у нас получается что а технический долг делится на безрассудный технический долг на предусмотрителю технических долг на осознанной и на минимум то есть на нечаянный да то есть не намеренный технический долг вот а на самом деле их можно в группировать да и посмотреть что по квадранту если мы видим что у нас безрассудный и осознанный технический долг да он приводит тому что мы говорим говорим о том нас нет времени на дизайн вот мы готовы выбрать быстрый да и грязное решение но без дизайна чтобы быстро сделать фичу чтобы выгнать ее на маркет ну вот есть а предусмотрительный мы говорим мы понимаем да что есть обстоятельства и мы готовы с ними мириться вот и что мы потом в дальнейшем да действительно готовы потом выполнить технический долг вот есть также ненамеренный да мы можем писать код вот принципе как на примере да мы можем написать код на допустим на фронт-энде не на бэкэнде написать логику на фронт-энде да ну вот почему потому что на самом деле мы могли не знать того да где лучше это написать ну вот какой из ну то есть решений вот мы просто безрассудно на программировали сделали что-то ну мы не знали у нас не было опыта может до либо недостаточно там знаний фреймворки каком-то ну или что-нибудь еще вот но на самом деле самый смешной да и очень наверное редкий ну может не редкий там general случае да это у нас предусмотрительный а нечаянный да такой технический долг ну вот когда мы знаем что мы на самом деле уже имеем опыт вот да мы напрограммировали что-то нечаянно да там где-то что-то не так сделали мы рим мы теперь знаем как сделать лучший дизайн вот и мы будем делать дизайн лучше вот мы готовы уже до сделать дизайн так не переключается поехали дальше как же можно на интен идентифицировать до технический долг очень просто есть так называемый да на жаргоне можно его назвать каталог за запаха до такой от команды то есть что в нем может находиться да существует может находиться код да который у нас в продукте который может только вася не в обиду никаким васям просто это вымышленный персонаж вот но он единственный кто может делать какие-то изменения в этим в этом коде никто больше не знает этот код это очень рискованно мы просто можем на копипастить кода вот ну и команда говорит блин ну мы копипастим копипастим мы понимаем да что это не идентификатор вот мы говорим о том что если мы делаем какие-то изменения в коде то что-то другое там да может поломаться еще вот это тоже риск ну и на самом деле очень много туду там fix me в коде приводит к хорошему тоже это индикатор к тому что мы должны что-то менять делать рефакторинг да в коде вот делать его лучше вот это код каталог у нас получается вот запаха от команды окей постоянно падающие velocity да ну вот это один у нас допустим есть пишем проект у нас в итерации да допустим agile у нас итерации у нас команда не меняется у нас падает постоянно выносите мы постоянно не успеваем постоянно делаем меньше да у нас не менялись никакие обстоятельства то есть ничего абсолютно не поменялось но выносите все равно падает мы блин программируем а выносите ниже и ниже вот ну это скорее всего означает да что слишком много технического долга в проекте то есть код без дизайна код грязный тяжело управляемый вот и постоянное опоздание постоянная задержка может быть релизов то есть оттягивание релизов мы постоянно перед клиентом можем извиняться но дарить извините этот вот но это индикатор того что нам нужно что-то менять и делать это наш технический долг окей а время до продукта время вообще возраст продукта не только продукта но и каких-то библиотек может приводить техническому долгу да то есть нам мы используем какие-то старые фичи мы постоянно используем в старый функционал который нам приходится из-за которого нам делать какие-то тяжелые решения solution это новый велосипед там вставлять костыль да то есть какие-то такие нелепые делать нелепый делать кода который ну тяжело тоже потом будет поддерживать а старый фреймворк да тоже он может привести библиотеки это одно но если мы выбрали фреймворк допустим ну пишем на ежи би на спринге да то есть старый фреймворк там используем hibernate новые фичи добавляются мы используем старый для чего обновлять вообще да для того чтобы ну фреймворки улучшаются до добавляется новый функционал фиксятся баги как и в библиотеках в принципе ну вот какие-то security еще до добавляется исправление вот каких-то там плохих решений до этого да да в коде фреймворков тоже бывают возрасты тоже плохой код и у них тоже есть технический долг а ну на самом деле версия до программа языка программирования это тоже очень большой такой индикатор говорит о том что нужно обновляться вот если мы там допустим на джаве да сейчас уже джава 9 выходит мы еще на джаве 1.4 да там пишем то скорее всего нам пора бы да у нас уже legacy application и нужно что делать с этим и это реально время для обновления почему почему это еще важно потому что чем чаще это делать тем меньше потом мы будем объема работ до выполнять могу на нашем опыте до рассказать что мы допустим раз в полтора два года мы апдейтим фреймворк дан джаву ну вот это выходит в очень болючий такой процесс нам очень больно мы мучаемся но делаем да ну вот если бы мы делали это чаще мы бы меньше фиксили меньше исправляли а после обновления фреймворков потому что иногда фреймворки любят какие-то методы убирать да то есть у нас совместимости уже может не быть вот нам приходится там менять импорт и менять код менять очень много какие также мы можем измерять до индикатор у нас это автоматическое измерение до нашего технического долга что мы можем для этого использовать мы можем использовать допустим такой продукт ну для каждого языка программирования я почему я делал примеры на джава для меня это ближе роднее да извините кто там dotnet php ruby но и другие языки для вас как бы вам нужно будет если вам будет интересно да вы нам нужно будет поискать такие же аналогии до аналоги продуктов вот structure 101 она покажет вам да насколько у вас там пакет жирования хорошие modularity да но вас есть то есть структура вашего проекта но покажет вам насколько у вас там большой пэкэдж да насколько у вас там есть dependency там циклические dependency между пэкоджами вот покажет вам именно структуру насколько у вас где именно ваши критические точки да где вам стоит где не стоит вам где-то что-то улучшать также есть еще sonar cube в принципе но он есть и для всех я думаю языков он вам хорошо покажет ищу да какие у вас есть продукте технический долг вам посчитает разобьет их по рулам на блокеры critical major и вот покажет вам сколько вам еще времени да на этом нужно приблизительно посчитает вам время сколько вам нужно времени чтобы закрыть это технический долг да то есть он будет показывать тут сколько нужно закрыть тело технического долга не проценты от тела окей также мы можем смотреть на индикатор кода кавериджа да то есть покрытие юни тестами на ну в принципе без пректисов по и без пректисом да мы можем видеть что ну где-то 85 ну 90 процентов покрытия кода это очень хорошо 8 где-то твоя бы сказал от 80 до 90 это хорошо да вот покрытие но если у нас ниже 75 да то скорее всего у нас могут быть какие-то проблемы в нашем приложении у нас могут возникать дефекты да у нас много непокрытого кода но и на том ходе могут быть высокий процент того что у нас появится баги вот так же есть тузы которые мы можем использовать дан такие допустим как джококо ну вот есть код каверидж к обертур а вот есть другие еще тузы которые там clover да есть вот которые могут показать сколько у вас процента каверджа по модулям по пэкаджем по модулям по классам вот может показать бранчи до покрытия вот их нужно использовать их можно использовать в continuous integration их можно добавлять репорты сонара сонар тоже будет по ним потом считать по технический долг по покрытию до automation тут за окей тоже очень хороший индикатор это появление до багов в релизах вот частое появление вот мы зарелизились у нас сразу да там мы сразу в первый же день начинаем получать репорты от кастомера да там там бах там бах там бах да начинается порт звонить работать создаются бах бак фиксы там начинается начинаем делать мы ход фиксы какие-то выливать да какие-то новые добавлять в наши релизы вот это тоже один из показателей того что нужно пересмотреть заняться техническим долгом вот и попробовать делать какие-то какой-то рефакторинг какие-то изменения до замену кода замену модулей также какие-то частые проблемы в продакшене там тоже хороший индикатор ну допустим и выливаемся на продакшен у нас перестает логиниться приложение до login page не работает у нас пост падает сервер сервер постоянно да мы клиенты не могут пользоваться вообще нашим продуктом то есть мы заливаемся нас посыпались постоянно какие-то проблемы выливаемся проблемы выливаемся проблем и ну допустим это не баги до входе это могут быть инфраструктурные какие-то проблемы это тоже является техническим долгом дату или не только код могут быть по security проблемы вот и другие какие-нибудь хорошо и после того как мы разобрались с идентификаторами как можно определять технический долг давайте поговорим о том ну вообще как же управлять до техническим долгом мы можем на самом деле создавать в итерацию себе да там или в релиз буфер таску да в которую мы можем выделить допустим какой-то еще неизвестный нам рефакторинг который может появиться вот ну и который мы можем потом мы увидели да когда начали писать продукт мы увидели мы поняли что нужно по рефакторить мы можем в эту таску логворкать до нашу работу можно это приблизительно мы можем брать около там десяти процентов от нашего там всего коммита да на релиз ну вот если там у нас там мы сорок story point а да ну там четыре story point а мы можем допустим брать ну вот на технический долг вот это конечно хорошо ну но есть большой риск да что это просто трата времени вот почему потому что девелоперы ну могут заниматься принципе тем рефакторингом который не нужен который в принципе кода могут рефакторить код который не часто изменяется который не очень важный да но втором принципе дефектов не да он работает но вот просто никому то не понравилось вот это реально тяжело менеджить пока потом на что было потрачено время да и вообще попало это в релиз или не попал это в релиз этот рефакторинг ну вот поэтому есть свои большие минусы принципе да по-прежнему человек может пойти в теннис там поиграть может еще что-то сделать но вот но как бы зарепортить время сказать я что-то делал вот инвестигировал как можно сделать рефакторинг лучше также можно делать клина при лизы вот мы допустим называемых харда них да этот харда них заключается то что мы после определенных релизов да там делаем 3-4 релиза вот мы потом смотрим что у нас там кофе количество потому что дефектов да каких-то там возросло где-то что-то пофиксить нужно нам стабилизация да ну вот там поднять код coverage мы где-то не подняли да допустим вот мы фиксим какие-то дефекты да настолько столько дефектов насколько это возможно сделать в этот клина при лиз вот но да тут нужно еще помнить что не обязательно даже нет смысла да скорее всего а делать клина при лизы после каких-то очень тяжелых да там или тайм критикалов критикал релизов почему потому что мы можем написать код сделать какое-то решение да а если мы сделаем допустим клина при лиз то не факт что мы придумаем лучшее решение да почему потому что со временем и наберемся опыта мы может требований разберем лучше да или там бизнес-аналитик нам расскажет больше лучше требований ну вот мы это все поймем осознать осмыслим вот и напишем лучший solution да через то может там три месяца вот по истечению какого-то времени нужно помнить что сразу после какого-то критикал релиза не стоит вот почему еще очень важный вопрос что мы потом в нашем а клина при лизе да мы можем на самом деле fix a1 дефекта мы можем сделать другой дефект как я говорил мы если у нас есть технический долг в одну в нескольких допустим модулях они пересечены вот мы один можем пофиксить 2 поломать вылимся потом у нас опять дефекты и опять мы приходим к тому что у нас баги на продакшен вот самый best practice до который есть самый лучший это ведение технического бэклога у него есть свои преимущества да он хорошо показывает видимость до той работы которую нам нужно сделать а для каждого не только для девелоперов там но для там архитекторов для project менеджера для бизнес аналитиков все понимают что у нас есть технический долг но вот все его могут посмотреть и сказать да окей вот этот у нас есть технический долг на таком модуле на нем много допустим дефектов или мы очень медленно на нем разрабатываем новые фичи скорее всего его нужно выполнить также мы можем считать косты да для каждой таски мы можем давать эстимейты на эту таску можем брать ее в итерацию давать эстимейты и понимать да сколько мы на нее потратим то есть ее трекать очень хорошо мы ее ведем авто с трекере каком-нибудь вот и принципе видим ее прогресс процесс да как она выполнение также техникал бэклог позволяет разделить именно таски технического до рефакторинга или технических каких-то солюшенов от фича до тасок то есть мы функциональные таски не пересекаем с техническими и у нас на самом деле мы можем создать отдельный проект дан допустим в таск трекеры для назвать его там техникал бэклог вот и техникал дэд бэклог дали там техникал бэклог вот и туда записывать какие-то технические айтемы вот и чтобы их трекать также есть отрицательные стороны технического бэклога до кастомер должен решать в принципе нужно это постоянно оговаривать с клиентом нужно да это эту таску брать или не нужно добавлять ее в бэклог делать ей приоритизацию вот и тоже немного затрачивается время клиент может сказать нет нам это сейчас не надо да и на самом деле клиент может не всегда понимать бизнес бенефиты да то есть этой технической задачи да насколько но она велью принесет может она вообще не принесет то есть нужно постоянно до объяснять заказчику клиенту ну почему это важно почему это нужно сделать именно в этом релизе или там следующем или там в каком-то будущем до скором будущем вот в принципе мы можем сделать да вот такой разделить свой бэклог на какие-то эпики до назвать их там по quality атрибутом там инфраструктурные security там стабилити мэнтенобилити performance технические да вот ну и подобавлять на каждый да уже там фичи фичи будут содержать себе какие-то уже ворка это мы да но вот который мы можем сделать и посмотреть да и мы на самом деле можем это потом померить потрекать можем легко добавлять до performance посмотреть как мы как фиксили ту или иную да там задачу вот и насколько часто у нас возникает вообще эти задачи по performance на одном и том же модуле или допустим баги да на каком модуле возникают именно и под почему мы добавляем технический долг вот также а мы можем добавлять в технические то есть мы технический долг можем добавлять в requirement до estimation когда мы и стимируем наши requirement и мы говорим то есть что у нас на самом деле есть много дефектов или там код очень тяжелый или очень старый да и мы хотим менять до этот код но тут нужно помнить что не каждый да вот то что грил не каждая не каждая часть нашего кода должна быть хорошая вот что от этого все равно никуда не деться до технический долг он будет но и если вы написали там солюшен для какой-то там админ тузы да которая там используется пару бы используют пару человек но вот она их сильно там не аффектит вот не приносит им каких-то неудобств использования то в принципе есть там некрасивый код да никто там бинду то есть жаловаться не будет и изменять может это не стоит это изменять мы что вроде как ценности до бизнес велью а не приносит это да вот и как бы мы можем исключить да этот код из нашего рефакторинга вот либо какие то есть другие причины да по которым ну кода не изменяется часто вот нужно помнить еще что когда мы и стимируем да даём estimate наши требования рим что нам нужно рефакторе да вот тут по любому там некрасивый код вот там нам коля сказал опять не в обиду никаким колям коля сказал что этот код нужно рефакторе вот но нас всегда должна быть реально причина то что коля сказал это одно всегда должно быть обоснование того что мы реально должны рефакторить этот код вот если этих обоснований нет то скорее всего и код не нужно рефакторе да мы можем просто выплачивать на этом проценты на этом коде и все у нас хорошо будет да тут еще такое что то что я говорил о требования да у нас всегда должны то есть клиент сам должен понимать что у нас есть прямая ассоциация до requirement of и технического долга что если есть requirement да и и клиент если говорит таки я вижу бизнес вели что если мы по рефакторе этот старый модуль и сделаем его красивее допустим да поменяем ему там какой-то там дизайн или что-нибудь еще сделаем да это нам принесет больше велью больше там клиентов и так далее вот и как я уже сказал да клиент может решать на самом деле такой негативный момент что что нам нужно платить до технический долг до тела технического долга или какой-нибудь просто процент то есть мы с каким решением мы будем идти решает клиент вот почему это важно да ну что почему клиент решает потому что есть time to market ну вот понятно что не все девелоперы любят программировать кода с плохим дизайном вот или менять кода с плохим дизайном но есть time to market если мы хотим выпускать продукт быстро да то мы можем его выпустить какую-то фичу быстро да но в дальнейшем потом опять таки мы берем на себя технический долг и говорим что мы это выплатим мы обещаем мы клянемся окей стоит или не стоит да вот платить технический долг такой вопрос хороший на самом деле мы можем полностью до выплачивать технический долг делать рефакторинг или замену кода обновлять наши фреймворки соответствии да с нашим техническим долгом кто-то у меня контроль просит зачем нет не дам никому хорошо мы можем выплатить тело до нашего технического долга но можем выплачивать какую-то делать solution да так назвать его что мы не всегда можем до довести наш код до идеального да мы знаем что это хороший solution это лучше solution чем был до этого да вот мы просто его дойдем такой трейдов у нас будет вот мы сделаем хороший код но не идеально да где то что то там останется вот в принципе мы с этим готовы жить нам окей но мы потратим меньше на это времени да и сил а и денег может быть для того чтобы сделать идеальный solution мы готовы с этим идти вот либо мы можем платить просто процент до нашего технического долга мы можем делать фичи в том коде добавлять десятитысячную строчку кода двенадцати тысяч и так дальше вот методы большие делать и принципе жить потом это саппортить но долго саппортить выпускать фичи дольше и плохим качеством да то есть у нас дефекты могут появляться на этих фичах чаще с этим тоже имеет смысл может мы можем с этим жить вот тут все зависит от того насколько критичный или не критичный модуль дали часть того продукта продукта в котором код написан с низким качеством или там нет юнит тестов или что-нибудь еще такое окей заключение заключение хочу сказать что технический долг да он все-таки как по мне да он сохраняет время затраты и деньги или деньги да сегодня но а он приводит к увеличению стоимости фичи то есть фича у нас будущем будет дороже обходиться чем на начальном этапе ее разработки технически на самом деле технический долг него нельзя избежать то есть он появится в любом случае как бы вы ни старались какой бы вы не были классной командой как бы вы не 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 понимали дизайн вы можете быть очень классным дизайн дизайнерам кода вы применять паттерны применять все самое без пректисы да но он у вас все равно появится потому что мы живем в таком мире да когда у нас требования очень часто меняется что мы принимаем один solution да потом оказывается что он не подойдет для будущего функционала нам нужно его переделать у нас появится технический долг ну вот в любом случае с этим нужно смириться жить и просто на самом деле уметь это трекать до технический долг не всегда плохо но вот на самом деле это даже хорошо почему потому что он показывает да что у нас есть проблемы мы видим что у нас есть проблемы и что мы можем ими заняться да и нам нужно ими заняться поэтому к нему нужно относиться более позитивнее да чем вот у нас технический долг все если у нас появился появился технический долг останавливаем весь development фиксим технический долг да ну и то что я говорил что нам на самом деле технический долг не нужно выплачивать во всех случаях вот с некоторыми мы можем жить с некоторыми не можем тут нужно смотреть все на критичность и на то насколько стоит или не стоит да то есть к этому нужно подходить тоже с умом ну вот и не нужно кидаться в него там в омут с головой и будем постоянно фиг только появился технический долг будем фиксить где-то на рефакторе или где-то написали код через неделю поняли что плохо написали переписали потом и будем вот так вот долго переписывать то что да человек всегда стремится к идеальному вот мы учимся все мы узнаем что-то новое мы читаем много книг там ходим на конференции смотрим доклады да и понимаем что ага там какой-то можно было по-другому решение написать какой-то там использовать другой фреймворк да там заменить вот поэтому все зависит от кейсов и это все с моей стороны да то что я хочу сказать заключение это ну нельзя бояться и не надо бояться технического долга да он придет и нужно быть к этому готовым просто вот ну и на самом деле если у вас вы сделали свой план да а и он зафилился то помните что у вас еще есть 25 буков для ваших планов спасибо вопросы у меня есть вопрос а вот как то опыта лучше трекать технический долг рядом с рекварментами отдельно и можно ли использовать те же самые допустимые то ли используются для рекламентов типа там раки матрицы либо лучше здесь абсолютно другие использовать методологии отдельно ну мы на самом деле по моему опыту мы могу сказать что лучше это трекать отдельно да от функционально как я говорил в принципе это лучше отдельно почему потому что мы не перемешиваем и так мы нам легче понять где у нас какой проект да именно вот у нас есть бэклог где какой и мы в него заходим да мы можем принципе дублировать фичи вот или там айтемы да там говорить на технический долг такой-то модуль там такой технический долг но лучше это ограничить потому что это трекать легче в основном техническим долгом до занимаются технические люди вот такие как ну там тех лид или архитектор да ну и принципе со стороны клиента есть архитектор да им легче общаться друг с другом именно в техническом долге не искать там понятно что можно сделать себе там квери какие-то да там в трекер системе в таск трекере и использовать ну то есть в игре будут получать даймена технически но так вы видите и вам легче потом трекать это все будет как по мне то лучше использовать отдельные проекты для этого хорошо спасибо еще вопрос добрый день а скажите пожалуйста таким образом вы тестируете вот изменения то есть у вас был какой-то долг технический например каком-нибудь модуле вы его исправили как вы тестируете сломали очень хороший вопрос спасибо я в принципе задаю его каждый раз всем своим девелоперам да вот так сейчас мы придем есть на самом деле тузы до который я говорил уже мы видим что у нас есть код coverage тузы да мы говорим что у нас покрытие coverage должно есть мы проводим допустим код review мы можем на код review увидеть да там зайти в continuous integration или там где-нибудь на в сонар дай посмотреть по конкретной таски да какой прошел у нас настроена для конкретной таски сонар continuous integration и мы видим что мы заходим в continuous integration reviewer может зайти в continuous integration зайти в сонар и посмотреть по конкретной таски сколько было добавлено технического долга да сколько там допустим строчек кода не покрыта юни тестами какое complexity увеличилась complexity или не увеличилась но вот ну и вообще соответствует комплекте до установленным рулам на проекте для этого как бы нужно но вот использовать тузы вот типа сонара до использовать рулы ну для для джавы мы там используем код нарк вот который мы можем просто засетать рулы да для определенных наших частей кода и мы сказать вот этот код хороший этот нехороший то есть это лучше делать автоматически но и на код review да мы видим принципе но если уже reviewer опытный он может видеть что там какое количество комплекции на глаз да будет у метода вот или алгоритма вот и стоит его переписать или не стоит спасибо за этот ответ и еще сидим вопросом насколько я понимаю любой рефракторинг ну или счет за собой изменения многих файлов например насколько ну как я понимаю ревьювать это все дело очень тяжело но может быть здесь какие то есть рекомендации со своего опыта либо наблюдения все же как можно быстро и эффективно провести убедиться что на самом деле новое решение преобладает какими-то преимуществами окей хороший вопрос для этого у меня есть другая презентация и и рассказывал в принципе прошлый раз да по код review best practices ну вот принципе если мы используем best practices по код review да то у нас не будет очень много кода на код review до человек будет разбивать свой рефакторинг по pbi по варка это надо по конкретным таскам будет разбивать по таскам и по небольшим до который он может потом за пушить в ранчу там или куда-то до выложить на review но вот reviewer посмотрит окей то есть не обязательно весь код там сразу все да вот какие бросаться с головой и все сразу рефакторить почему потому что к рефакторингу да этот это особый да то есть техники применения рефакторинга как написать юнитест да там red green рефакторинг там если мы тдд используем ну понятно то есть очень много best practices есть да которые мы можем применять но на самом деле опять таки как увидеть по reviewer до большой рефакторинг это только по частям то есть по конкретным классом выносить до не рефакторить сразу там десятки классов по рефакторить один класс 2 посмотреть сколько там строчек кода изменилось но вот если там не больше 200 там 300 строчек кода да если это reviewer потянет вот поревьювать это за день то все хорошо естественно да чтобы вы понимали а если вы выложите там 2000 строчек кода на review там будет десятки файлов измененных то вы рефакторили это примерно неделю до и где-то примерно неделю-две будут еще ревьювать этот код вам будут еще задавать вопросов еще и спрашивать почему вы сделали это так или не так и еще будут исправления и это затянется еще на большее скорее всего это трифакторинг может никто даже не принять потом в продакшн в реальный кода может остаться где-то там жить до каких-то хороших времен вот лучше это трекать по маленьким частям и разбивать это да вообще по маленьким частям вот не стараться сделать сразу все по чуть-чуть спасибо дмитрий за такой развернутый ответ спасибо просто нет у меня больше спасибо за вопрос хорошо еще может вопрос вопросов нет